buenos ayres друзья приветствую вас во втором выпуске нашей саги о поклейке аквариума на тонну в этом выпуске у нас очень важное мероприятие мы закачиваем швы еще важный момент такой тоже не упускаете вот здесь начали тубы в носике такой герметиковый соус как мы его называем такая жишка непонятного происхождения и надо стравить так вот мы и сбрызгиваем и можем закачивать дальше значит обратить внимание чтобы снаружи выходила небольшая полосочка герметика таким образом это гарантирует что вы полностью прокачали шов вот он от нашем случае сзади там пленка наклеены и нельзя с той стороны посмотреть этого вот только по выходу этого герметика можно ориентироваться пока вадим формирует швы внутри мы сделаем их снаружи берем вот такой вот отрезанный носик он отрезан сантиметра два с половиной то есть достаточно сильно берем сильно концентрированную сильно конститры раствор с жидкостью для мытья посуды это важно нужно прям без жадности вот у меня даже немножко зелененький вот и достаточно обильно поливаем эту колбасу снаружи смотрите чтобы внутрь не попало там у нас есть еще не проклеены участки и легким движением уверенным раз это все бабахаем вот такая красотища это идеально это просто перфекта даже говорить не о чем просто это идеально вот так у вас должно получиться что касается излишек герметика не стремитесь убрать герметик за один раз можно проехаться там два-три раза таким вот образом пока вы полностью не уберете излишки вот вы понимаете мы двигаемся до от одной стороны с левого края мы начали двигаемся в правую сторону по часовой стрелке пацаны если вы долбите против часовой стрелки это все мне надо переделывать ну вот снимаем скотчик а это вы будете выбрасывать да а это и у вас излишки а это а это не так излишку вас да это не очень дорого вы столько там на теле этого герметика это ну правда я очень много слышал вот этого читал типа у вас там прям очень плохо всего вы столько герметика типа чуть-чуть в шов и остальное в тубу это нормально это хорошо особенно учитывая стоимость коробки герметик в стоимости общего проекта это качество и которая дает такая прокачка то есть ты прокачиваешь если у тебя какой-то пузырек из тубы ты его прокачиваешь если за пылинка ты и прокачиваешь и ты не паришься что тебе хватит на галтель не хватит и просто делаешь с огромным запасом и у тебя все получается красиво так делают все нормальный ребят есть еще один охеренно важный момент пацаны надо поставить лайкос под этим видосом иначе ничего не получится ультимативных сейчас не смейся мне серьезная ультимативная новая рубрика ультимативная новая рубрика пацаны прямо у нас как будто стрим внутри видоса как те моя задумка да короче я буквально недавно выложил первую часть этой поклейки вот под тем видосом вы наставляли мне классные комментарии значит про мою лысину это спасибо мне самому очень нравится но еще были комменты по делу хотел бы сейчас ответить на эти комменты в свою очередь к этому видосу вы можете написать свои очередные вопросы если вам что-то непонятно и в следующем я вам на них отвечу давайте почитаем прямо подряд чего интересного значит первый раз по твоим еще старым видео собрал сначала проб на 250 потом на 1000 литров красавчик ну и я и ты александр кстати стекла заказал где ты советовал поэтому у меня получились супер банки вообще супер огромное тебе спасибо но это тоже не по делу но спасибо александр и так вот это понравилось бой нас лыся и рос но это тоже не по делу так ну шо тут вот значит за совет дать отстояться перед склеиванием вообще плюсую три плюса подобные вещи только с опытом приходит спасибо за работу действительно вообще ну прям рекомендую очень надо дать отстояться это прям дело тыльное стекло в пленке до тыльное стекло в пленке не нравится вот зумер некто зумер пишет нам мне нравится мне пеноплекс в качестве подложки лобовые задние стекла имеют совсем незначительной площадь опоры боковины поменьше а вот для дна вес распределяется на огромную по сравнению с лобовыми и боковыми площадь как результат геометрия может уехать хотя может быть у нас тут пеноплекс не той системы а вот по поводу размеров дна ценное замечание также заказываю на 1 2 миллиметра короче тут точно лучше перебдеть я с тобой полностью согласен по поводу дна по поводу пеноплекса я и говорю что очень важно дать отстояться именно по этой причине если ты будешь клеить сразу размеры поедут на пенки до сильнее там короче надо клеить на пеноплексе на самом деле потому что жесткий либо вообще тупо на фанере но это как бы тоже не айс вот опять какие мы с тобой вадим красавчики спрашивают нас ли он уважаемые ли он и биби мы помним про струбцину у нас просто за лупеска с работы у нас очень много работы нам некогда прости братан заниматься струбцинами но в планах у нас есть мы хотим сейчас мы месяц назад договорились вадим что мы не берем пока новые заказы мы доделаем сейчас то что у нас есть текущая работа и займемся вот этой всей хозяйственной деятельностью клянусь клянусь ну вот вот как бы прикольные комменты спасибо большое что пишите задавайте вопросы по существу я вам отвечу я говорю у меня нет ни одного секрета которым бы я не поделился все что мы знаем своим нарабатываем своим многолетним опытом я вам рассказываю поэтому без обедняков прям ну включайте и будем значит вами онлайн прежде чем ребята я скажу вам самую важную вещь напоминаю что вы должны подписаться и поставить лайкос очень важно после того как вы склеили не открывать окна не ходить вокруг аквариума не плясать не приводить девок в общем ну ты понял да очень важно чтобы аквариум не подвергался каким-то вибрационным вещам до температурным колебаниям потому что первые три дня очень важны высыхает герметик его никак нельзя беспокоить он может потрескаться опять же это одна из причин но причина очень важно вот напоминаю что вы также можете значит к этому видео оставить коменты все на которые я отвечу в следующем видосе вот все с вами был сергей шпак чао какао увидимся в новых видосах пока нет не смысле я на ладошку сделаю а знаешь свадебный прием такой свадики свадик активно так и использует давай садись вот так садись